здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очередной разбор этот разбор будет я думаю очень интересен всем сторонам конфликта который сейчас происходит потому что с одной стороны я встретила поддержку этого персонажа тиграна киосаяна которого мы сегодня будем разбирать с другой стороны я встретила неприятие его и многие сказали что было неприятно его смотреть я понимаю почему но давайте все-таки объективно разберем все его слова да и вот если у нас есть аргументы то мы эти аргументы при приведем здесь будут затронуты не только его слова но и слова еще двоих так называемых его соратников людей которые за то что сейчас происходит они можно сказать отдают свою энергию они разоблачают вносят свою какую-то информационную составляющую ну в общем мы разберем и я думаю что обязательно надо досмотреть до конца потому что очень много полезного мы почерпнем из этого разбора и так давайте смотреть первый фрагмент очень хорошо максимка ты скотина на аллее ангелов стоял ты скотина по этой улице разбомбленной ездил перед тем как оскорблять страну вы чего во всем разобрались вы все знаете но тогда не отказывайте нам с вами также процесс здесь я немножко прервусь прерву высказывание нашего сегодняшнего героя а здесь налицо чистейшая манипуляция это знаете есть такая штука как тирада а используется когда у человека не хватает аргументов а еще ну можно это назвать базарная бабка когда ты просто начинаешь много и громко говорить да для того чтобы тебя просто не перебили чтобы никакие контр аргументы не прозвучали то есть ну такой базарный диалог да хорошо воспринимается просто великолепно воспринимается маргиналами и очень сильно вот такие вот маргинальные личности с хорошо подвешенным языком они очень хорошо этим пользуются для того чтобы одержать как бы вверх в споре да вот когда ты просто забрасываешь человека ничего не значащими фразами но просто ну вот в ответ человек не может просто вставить ни одной фразы вот это вот как раз и есть тирада очень четко это использовал наш незабвенный владимир вольфович жириновский он как раз вот таким образом одерживал так называемые победы когда ну в любых спорах да ну когда уже даже контр ну как вот его оппоненты хотя бы умудрялись вставлять хоть какие-то слова то вход шли уже и стаканы с водой так далее ну то есть вот это вот способ по сути запугать это создает иллюзию такой знаете харизмы особенно в нашем нашей стране в стране где люди привыкли что если человек так себя ведет то значит он имеет на это право да то значит он имеет силу для того чтобы так себя вести по сути это обычное базарное хамство да но а тем не менее весь вот этот вот его все его интервью он именно так себя и ведет вот все его контр ну все его аргументы все все весь его диалог построен именно вот на этой истерии да вот истерия тирада и так далее значит а можно запугивать вербально невербально это достигается вот это вот по сути это запугивание до повышение голоса готов как бы готовность перейти к активным действиям да если ты такой непонятливый сейчас вообще я тебя ударю да ну то есть вот это вот такая такая модель поведения она ну вот как раз среди таких недостаточно может быть образованных но очень громко умеющих кричать до людей поэтому ну конечно же это в цивилизованном обществе это не не прокатит никак не работает но зачем нам цивили зачем вот ему в данном случае цивилизованное общество если он уже 20 лет культивирует как раз именно такую модель поведения а естественно и наши дети когда смотрят телевизор да они видят что вот такие вот ведущие достигают успеха да такие ведущие такие политики набирают много голосов много поддерживающих людей потому что вокруг них такая же жизнь понимаете и они узнают в таких людях свою какую-нибудь соседку которая всю свою жизнь так живет да может быть в какой-то степени себя может быть и какого-нибудь соседа алкоголика который точно также процветает да ну то есть вот зачем развиваться если вот такие вот у нас герои да значит а ну и что делать в таком случае если вы сталкиваетесь стирадой кстати вот если вам интересно по манипуляциям под видео есть ссылочка можете пройти курс манипуляции ну вот что делать все таки если вы сталкиваетесь с таким вот человеком который начинает на вас просто катить бочку и вы не можете вставить ни одного слова ну первое это конечно же спокойствие и как только но когда-то у него вот этот пыл заканчивается и стараться вот как только он там выскажется как только он там что-то посчитает нужным приостановиться они как правило останавливаются для того чтобы считать обратную связь насколько он вас запугал его цель вас запугать так вот не показывайте что он вас запугал а просто после того как он хотя бы какое-то какую-то возможность вам вставить слово дал в вы просто спокойно попросите аргументировать свою позицию да это конечно же будет ну он 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 не растеряется он опять начнет орать и для 5 начнет запугивать но тем не менее просите чтобы он доказывал свою позицию просите чтобы он аргументировал ну и давайте понять что он вас не убедил на агрессивные выпады спокойно надо просить разъяснения и чем больше крика в вашу сторону тем больше он волнуется как правило вот такие вот люди они начинают кричать когда они начинают волноваться волноваться из-за того что они что-то теряют из-за того что ну и их аргументы не доходят да вот их обычные вот такие вот аргументы ну можно сказать он привык все убрать на храпом да а тут бах и что-то он не конечно же в вашу сторону посыпятся разные оскорбления но имейте в виду что даже в этом случае вам главное не соглашаться и знаете для себя что чем больше на вас орут тем более не уверен в своей позиции ваш оппонент понимаете вот это самое главное поэтому если вам начинают какую-то точку зрения доказывать вот таким образом пожалуйста выключайте я не знаю телевизор или еще что-то вот все ток-шоу на этом построены и он нам сейчас этот этот ток-шоу и устраивает да вот своей вот этой манерой поведения да дальше давайте смотреть доказательство что ребята мы делом там за вот я же уверен что мы за него я просто конкретно очень много знаю и в общем знаю видите вместо доказательств он говорит ну я просто знаю да я просто знаю вы что мне не верите да вот это тоже манипуляция это тоже прием для того чтобы ну я же такой вот видите я не простой человек да я меня не просто так позвали но если я знаю то наверное я знаю да и вот складывается впечатление а такого знаете вот среди ловушек интуиции есть эффект ореола да когда есть пословица даже если бы под ты светились над москвой были бы белой ночи вот сто процентов были бы белой ночи потому что вот таких вот персонажей в москве довольно много с хорошо подвешенным языком а по сути ничего не знающих но мы еще коснемся сегодня у нас очень интересные персонажи я должна немножечко по спойлерить на просто я от некоторых в шоке от их уровня вообще образование и всего остального давайте смотреть дальше что они реально нацисты и когда говорят а у нас киеве нет нацистов ты нет ребят вы не уничтожили этот нацизм следовательно вы нацист логика железная просто знаете бездоказательно он сейчас используют вот такие вот бандитские приемы голос тише так немножко наклонился как бы по секрету говорит на самом деле так часто делают но как бы я тебе так как ты умный человек да я могу тебе доверить страшную тайну только по секрету да вот когда мы делаем вот такие доверительные жесты то у собеседника но он как бы обязан вам да за то что вы перед ним раскрываетесь да и собеседник не задает уточняющих вопросов и поэтому вот вот это вот снисхождение к собеседнику я тебе только по секрету скажу но ты знаешь что это очень серьезная информация я ее проверил тысячу раз я прям просто вот за нее ручаюсь да вот это вот не что иное как отсутствие доказательной базы а просто идет чистейшая манипуляция вопрос не в том что вы шухевича переименовываете улицу освободить марш советская дело в том что вы с этим играетесь вот языка вы это значит чтобы вырезать гнойник и должен делать разрез с каким удовольствием он возомнил себя величайшим хирургом и смотрите вот и поднимает у него и печаль да вот и и и такое знаете поднимает челюсти ну вы не бойтесь я вас спасу да вот это героизм такой должен раздвинуть ты ты должен очистить вырезать это больно это страшно это просто больно но делать вид что мы все-таки кисейные барышни тоже глупо ну ну а если нет то значит ну дальше они бы воронеже ну да в общем смотрите что он нам сейчас сказал он сказал что украина была опасна да и нам надо защищаться иначе если бы мы не начали защищаться то они бы на нас напали правильно но вот те кто может быть не поддерживает мою позицию вот скажите вы мне пожалуйста правильно я понимаю то что он сказал да значит ну давайте тогда копнем немножечко глубже да то есть он говорит про аллею ангелов да и вот этот вопрос эта проблема началась 2014 году когда фашисты в украине ущемляли русских я правильно понимаю вот риторику той стороны надеюсь что я ничего не перевираю да то есть риторика пропагандистов в том что в 2014 году народ и испугался майдана да и так как на майдане победили фашисты я правильно понимаю и и восемь лет идет освободительная война гражданская война да правильно я понимаю что один часть народа украины одна часть народа украины стала защищать свои интересы потому что они были русскоговорящие да и они не хотели чтобы ими руководили фашисты я правильно поняла но теперь давайте с этой точкой зрения поработаем да потому что это мне часто предъявляют в комментариях продавите восемь лет когда там гибли люди и вот мне почему-то как человеку против этой спецоперации мне выставляют претензии почему это ты против ведь восемь лет наших людей там фашисты убивали я правильно произношу надеюсь что правильно да вот я надеюсь что я ничего не я ни в коем случае здесь не никак не не хочу придумать чего-то от себя да ну я просто начиталась этих комментариев скажу больше поэтому ну в общем-то я понимаю стиль этой риторики да ну давайте тогда вот обратимся к нашей глубоко уважаемой татьяне монтян а так называемой мне часто ее в комментариях приводят и говорят вот посмотрите она такая умная на такая классная в отличие от вас ну в общем-то и знаете вот для меня этот вызов в общем-то брошен и я обязательно в ближайших выборах о разборах и и обязательно разберу все ее высказывания но давайте сейчас послушаем что она буквально недавно на радио комсомольская правда она давала интервью и довольно интересные вещи сказала давайте посмотрим нет печенек нет майдауна никакие бунты без организационной институциональные структуры невозможные это все сказки что кто-то вышел на какой-то майдан без какой-то организации никаких организаций никаких институциональных структур в саларейхе которые не контролировались бы нашими уважаемыми западными партнерами и их шафтами в саларейхе невозможны в принципе это вот мой ответ как раз на вопрос всем тем почему в этом восемь лет плевали в потолок не сопротивлялись и все такое боже мой что она сейчас сказала ребята ну во первых то что ее риторика заключается ну я поняла что она говорит что майдан был полностью спонсирован запада а я кстати опровергать это не собираюсь я пока этот вопрос не изучила но обязательно изучу и сделаю об этом тоже разбор но вот в конце мне меня удивило вы знаете и вот судя по тому как наш сегодняшний гость вот наш сегодняшний герой рассказал так там национально освободительное движение там русских ущемляют а здесь смотрите нет печенек нет майдаунов и дальше она что сказала что вот это тем кто сказал что что же вы там восемь лет плевали в потолок стоп так получается вы без печенек ничего не делаете так значит там все таки за печеньки работают но вот знаете с одной стороны да я понимаю ее точку зрения что и даже в какой-то степени я с ней согласна в этом что любая не в какой-то я прямо согласна что любая вообще любое движение да но обязательно должно кем-то поддерживаться может быть она начинается с с импульса там людей до живущих и и мы разберемся обязательно и разберемся что же это было это была подрывная деятельность запада или это был импульс людей на этом и с этим этот вопрос пока мы оставим да но татьяна очень правильно и грамотно сказала что и любое вот такое движение оно должно спонсироваться какой-то третьей стороной да что касается майдана этот вопрос мы еще рассмотрим что касается национально-освободительного движения которое восемь лет происходит на донбассе она сказала а мы с без печенек не будем ничего делать я правильно понимаю что она сказала ну может быть я как-то объясните мне в комментариях может я как-то неправильно поняла давайте еще одного участника от самого главного зачинщика вот этого всего что происходило давайте его послушаем мне пришлось очень много послушать этого интервью там почти пять часов ну довольно интересно очень не то что довольно а очень интересно и знаете мне поставила все на свои места вообще вот это национально- освободительное движение донбасса давайте смотреть когда вы приехали в крым вы помните и кто опять-таки вас нам финансировал ну константин валерьевич малафеев не скрывает своих своего участия в данном мероприятии но он финансирует и мою деятельность и не только мою деятельность об остальном я говорить в данном случае не считаю возможно верите об остальном я говорить не считаю возможным да конечно не считаю возможным потому что мы все знаем кто это все спонсировал уже восемь лет мы с вами дорогие мои россияне спонсируем это вот это все да вот и вот это все что происходит на донбассе это понятно да а при этом сжимает губы подбородок с презрением то есть знал бы ты с какими я людьми общаюсь ты конечно я конечно согласился на интервью с тобой но в общем-то я человек который делает историю когда вы ехали в крым у вас были какие-то конкретно поставленные задачи вот что нужно делать там или вы ехали по наитию просто как ситуация сложится так себя и проявлю я уже к тому времени познакомился с сергей варьевичем аксёновым как вам сказать понимаете аксёнов это просто я вообще там гордон обязательно пересмотрите это интервью у гордона так вот гордон задает вопрос там про рэкет про что-то я я зашла в википедию там такой вообще персонаж но я вам сейчас покажу в конце те если условно говоря спецслужбиста выкинули со службы не значит что мгновенно прекратил быть спецслужбист естественно то есть он очень гордится тем что он спецслужбист россии и ну вот то что происходит да сначала в крыму потом на донбассе это полностью он делает да как подождите это его там ущемляют да он живет на донбассе его ущемляют не дают говорить по-русски да вот не поняла я что-то это и вода за ущемили фашисты или или как-то не ну давайте дальше смотреть он дальше все расскажет на его опыт его умение оценивать ситуацию если они есть конечно они никуда не девать побывал в киеве на майдане посмотрев пообщавшись с людьми там я понял что ближайшее время украина будет рассыпаться и появилась возможность украсть украины и воплотить давнюю имперскую мечту вот он по психотипу знаете этот эпилеп то это немножечко с истероидными такими проявлениями да но вот эпилептоид которому вот прям надо чтобы все было структурно да и вот он как приверженец вот этого структурного ему очень нравится имперская так имперскость он вообще историк по образованию и ему очень импонирует вот это вот то что раньше была большая империя российская вот вот откуда ноги растут ребят вот откуда а кстати не из-за того что какой-то там фашист его ну какие-то фашисты его там обижали или еще что то просто вот человеку хотелось воплотить свою вот эту давнюю мечту вообще он там рассказывает о том как он раньше до этого жил это такой знаете человеком еще с авантюрным с авантюрной такой жилка он был бы историком до каким-нибудь но у него авантюризм очень сильно развит и он во все горячие точки он там брал оружие ехал был наемником да вот вот такой вот знаете солдат удачи такой аферист авантюрист да вот папа по своей натуре еще вдобавок вот это истероидность в нем проявлялась вот это вот показать себя какой я классный замечательный понты вот эти бесконечные вот 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 пожалуйста вам герой того что про вот как наша история покатилась восемь лет назад вот он главный зачинщик я был уверен в победе майдана и абсолютно причем уверен соответственно прибыл в крым я совершенно самостоятельно еще даже я не имел на эту тему даже бесед с малафиевым начал вести если можно так сказать работу по установлению контактов на месте поскольку я полагал что это называется вести подрубную деятельность украина как искусственное образование когда будет рассыпаться желательно чтобы ее территории вернулись состав россии население мастерства надо он увидел что появилась возможность исполнить свою давнюю мечту и вот он стал ее исполнять кстати подельник подельник аксёнов аксёнов это просто интересно и интереснейший персонаж можете поизучать в интернете сейчас он руководит республикой крым или как там сейчас в общем крымом он руководит до замечательно на этим меня поразил один факт он учился в симферопольском высшем военно-политическом училище но и диплом так и не получил понимаете человек абсолютно без образования я не знаю школу он за а ну школу закончил раз в училище поступил то есть вот 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 она элита вот а вот кто строит наше прекрасное будущее да вот человек даже без который не закончил даже училище да и он руководит сейчас крыма да ну и там вообще просто знаете такие он истории этот гиркин рассказывает это просто от тасс давайте смотреть при каких обстоятельствах вы с диверсионной группой прибыли из крыма на территорию донецкой области приобычных в данном случае я не смогу вам естественно и не собираюсь рассказать всю подноготную данного мероприятия поскольку в нем участвовал достаточно много людей в основном добровольно основных фигурантов данного мероприятия называл это действовал я при поддержке непосредственно аксёнов который подчеркиваю достаточно умный человек чтобы понимать чтобы тогда уже понимать что один крым без как минимум северной таврии как минимум депропетровска не будучи соединён с россией сухопутным путем он является если можно так сказать сухой рукой крым я и тогда оперировал подобного рода фразами сейчас и не так же готов повторить без сухопутного коридора с российской федерации крым является черной дырой который можно влить любое количество денег в лучшем случае это будет поддерживать его в более-менее стабильном состоянии то с тенденцией на постепенное ухудшение воссоединенный с российской федерацией крым это бриллиант коронии российской империи и кстати не один крым это касается и одессы и я думаю киева тоже подчеркиваю что у меня концепция как было в четырнадцатом году и до четырнадцатого года так она и осталась я считаю что любой бы гражданин нового объединенного русского государства российского государства только бы выиграл если бы он мог передвигаться от блеста до владивостока и от мурманского условно говоря до симферополя как минимум вести бизнес и работать как он хочет и где он хочет и чувствовать себя своим на всей этой огромной территории защищенным сильным мощным российским государством русским государством эта концепция у меня нисколько не поменялась поэтому тогда я рассчитывал что волею судеб волею судеб путин действительно решил войти в историю не как мелкий дон рэба под занавес решил стать действительно великим государственным действием по крайней мере попытаться это сделать браво аплодирую стоя хоть слово прозвучало об угнетенных русских людях которых притесняют фашисты которые испугались майдана которые действительно их настолько за дело вот прямо не встали с виллами против угнетающих там не знаю каких-то майдаунов как они их называют вообще хоть слова здесь прозвучало а здесь прозвучало четкая стратегия россия хапнула крым который плохо лежал да но как они посчитали плохо лежал да там пока переворот пока там майдан не заметят до увести так под шумок на бандитские методы да а потом бах хапнуть-то хапнули а как к нему добираться они как надо еще тогда забирать территории и вот тут появился такой национальный освободитель алешенька да вот такой местный да и он решил а благодетель благодетель наш просто святой человек пришел и решилась что вот так будет лучше и путину заодно подмазаться да и может быть страна богатая да можете мне что-то от отвалит не вот вот этот он он за идею он за идею ему просто хотелось имперские замашки свои удовлетворить а тут тоже такой ну думаю там чё а чё бы и нет да и аксёнов тут вот этот вот такой вот и я я не знаю что там за персонаж вообще но мы чувствую что персонаж еще тот да ну то есть вот это вот бандитская структура до решила хапнуть то что плохо лежит а потом уже потом уже придумали этих фашистов вот это все и в течение восьми лет вот это идет война которая вот кстати ну вот кто-то мне там утверждает что война с фашистами на самом деле вот понимаете люди на майдане да безусловно мы этот вопрос еще обязательно разберем обязательно докопаемся что же там произошло до вот для своей как для своей вот раньше мы не разбирались да вот как-то идет идет как-то не важно не касалось никого из нас а сейчас приходится вот понимаете полить в политику лезть так вот раньше как-то вот мы жили без этого а сейчас приходится разбираться что же там происходило эти восемь лет до восемь лет оказывается там гибли люди да и для вместо того чтобы государство украины восемь лет поднимать свою экономику интегрироваться да с разными партнерами вообще на самом деле что там делала россия а россия там тихонечко из-под тишка пробивала себе дорогу к крыму сухопутную вот и все они боролась с фашистами не не боролась там за какие-то интересы политические вот прагматично воевала за свое за увеличение своей территории вот и все до следующий фрагмент давайте посмотрим потому что здесь тоже интересные моменты затрагиваются просто узнаете вот его интервью смотришь и просто диву даешься как вообще такое возможно в наше время мы же ушли от фашизма мы же ну вроде бы мы цивилизованные люди мы историю знаем но оказывается каждая историю свою знает и история переписывается очень активно вон как рьяно наши деятели культуры высказываются по поводу того что там фашисты и как уверенно главное вообще откуда может быть кстати кстати вот я не оставляю такой возможности пожалуйста вот кто считает что я перегибаю палку где я что так как-то фактами передергиваю пожалуйста напишите мне доказательства того что вот действительно в четырнадцатом году люди вот действительно поднялись против фашизма вот напишите мне эти доказательства напишите вот что то такое вот дайте мне какие-то ссылки на это пришлите мне на почту я открыто пришлите мне докажите мне свою точку зрения может быть я с вами соглашусь но пока к сожалению у меня не получается мне бы хотелось даже согласиться с вами ребята мне бы хотелось не нервничать мне бы хотелось не не переживать так не рвать свое сердце как сейчас это происходит мне бы очень хотелось и успокоиться но нет не получается к сожалению давайте следующий фрагмент так же как приднестровье так же аналогично на донбассе и корму это значительной степени были народные движения кем-то поддержимы потому что я в значительной степени ну там процентов несколько да ну да безусловно кстати он там рассказывает про то что его люди там вели тоже подробную деятельность как это как называется когда людей склоняют к сотрудничеству да так вот навели вот это склонение к сотрудничеству на разных территориях и он как куратор да он поехал в донецк посмотрел там чё чё наработали его люди да ну то есть по сути началось с того что его люди и он стали склонять к сотрудничеству а вовсе не у людей возмущение какое-то сознательно уходил от всей этой политической грязи сознательно вообще классно это просто браво делал грязь вот это все и сознательно уходил ну да он же бел в белом пальто такой весь идеальный он же империю воссоздает вы сказали я цитирую что оружие деньги на войну в украине получили в оккупированном крыму вот когда в апреле 2014 года вы пересекли с вооруженными людьми границы украины в районе донецкой области кто и на какие деньги вас экипировал и давал оружие форма была закуплена еще для крымского батальона на деньги малафеева она просто не успел мы ее сумме успели получить только в ростове буквально за день до перехода границы то же самое касается углы я сам заказывал эту форму самую и общем-то дизайн даже ее правило то же самое касается снаряжение на счет остального раму и отвечать на вопросы не видите отвечать на вопросы не буду но мы отлично понимаем да то есть получается что вовсе это не народно-освободительное движение ребят никак это не никак это не недовольные граждане которым не понравился фашистский режим путин признал что цитирую оружие на донбасс поставляет симпатизирующие страны то есть российская федерация лавров начала рассказывать про контрабанду оружия почему подчиненные перечит начальство и почему показания поменялись что дедушка путин стар уже и проговорился что произошло я скажу следующее я не отвечаю за слова не путина и волнение в него него не вова если бы я находился на тех высотах с которых они это говорят я поступал совершенно по-другому и говорил бы совершенно по-другому вот это то что они говорят лучше бы они вообще ничего не говорили никогда это во всех гражданских войнах всегда участвуют в соседней державке замечательно это он сейчас как историк сказал и сейчас вот для тех кто считает что эти восемь лет ну вот люди боролись за свою свободу и прочее прочее на самом деле люди просто стали заложниками ситуации когда россии очень нужен был сухопутный проезд в крым а украина конечно же на это не соглашалась и россия всячески подрывала все вообще начинание украины по поводу развития по поводу каких-то каких-то вещей чтобы вообще всячески тормозила украине вообще процветания почему потому что им не выгодно чтобы украина поднималась в колен до украина все эти восемь лет находится в состоянии войны с россией и россия это ну россии денег много до россии это очень хорошо так накачивает кроме того вот эти все скандальчики с газом кстати там тоже интересная информация вот по газпрому как там подставляли украинскую сторону вот это все это прям звенья одной цепи да то есть вот путина важно выкурить и украину да и когда он уже понял что украина не сдается восемь лет я ее мочу мочу она никак не не мочится да уже решил перейти как активным действием вот вот что происходит эти восемь лет полностью ложатся на плечи вот эта вся ответственность ложится полностью на плечи нашего руководства и ложится на плечи тех кто сейчас это руководство поддерживает я не знаю как вам там затумали и мозги или там еще что то может быть вам просто платят за эти комментарии деньги но либо вы я даже допускаю что вы действительно убеждены в своей точке зрения но обратитесь пожалуйста все таки к своему разуму к своей совести к своим каким-то человеческим качеством и подумайте вот все-таки сопоставьте одно к другому и не надо вот больше мне вот этих комментариев про то что восемь лет там бедные жители да бедные жители да действительно бедные жители они оказались между молотом и наковальней вот это вот плохо очень ужасно то что целое там вот дети которым там по 8 по 5 лет они они всю жизнь в этом живут они живут в войне и кто виноват ну вы догадываетесь я уже произнесла свою версию если вы не согласны пожалуйста комментарии открыты пишите мне дальше продолжайте меня хейтить мне в общем-то знаете я уже привыкла у меня уже иммунитет на вас возник кроме того если уж сильно вы грубите ну не пугайтесь что в бане окажетесь у меня бан баня очень прекрасное место она все больше и больше поэтому велкам туда если будете хамить а если есть какая-то четкая точка зрения по пунктам пожалуйста пишите я все это буду разбирать постепенно да давайте теперь вернемся все таки к нашему герою до от которого мы отталкивались самого начала а вот давайте смотреть дальше вот надо импортозамещение ребят надо надо активнее ребят ну вы чё слушайте правда вот это а чё так можно было да а чё 20 лет вообще никакого импортозамещение а наверное тигранки осаян ничего не сказал да действительно правда какие-то мы странные ну короче сейчас прозвучало российское чудо от тиграна вообще знаете вот здесь есть такая пословица она очень грубая поэтому я грубое слово заменю нормальным до более-менее трындеть не мешки ворочать вот это вот прям про него сто процентов и вот про всю нашу прекрасную пропаганду про его и про его жену и всех и же с ними до следующий фрагмент по поводу верующего знаете это просто от ассад как люди вообще я не знаю что им вот что им застилает глаза я кстати это это и в религии кстати есть объяснение давайте посмотрим концентрированная ненависть смотрите с каким эмоциональным таким акцентом это очень важно для него потому что сам найти на этой энергии он живет понимаете это его топлива это ненависть которая у нас была в телеке в официозе она меня начало пугать пугать начала ты мобилый пусыстый в белом пальто стоишь боже мой пупсик к нам пришел я не пугливый ты знаешь но но я понимаю что пугать смысл пугать потому что но я не выцерковленный но верующий я понимаю что она имеет энергию эта ненависть ешь канализировать как-то на ну все равно когда-то наступит мир это я уже тогда понимал может через разные фазы обострение эскалации но мир будет ты потом как соседями друг с другом будешь разговаривать да когда наступит мир я очень надеюсь этих граждан увидеть на скамье подсудимых да вот такая у меня большая надежда поэтому насчет верующего это просто атас вы знаете многие люди верующие меня реально разочаровали я может быть я не не супер и там вот действительно дисциплинированный верующий но я хорошо понимаю что религия учит только добру только душевности да а то что они вытворяют они нарушают законы божьи и прикрываются богом это просто вообще знаете настолько кощунственно это настолько мерзко тот же самый охлобыстин он там что-то на войну собирался сейчас смотрю оказывается он это ляпнул по пьяне он это но кстати охлобыстин напишите мне он и он вообще поп да он его там как возвели в этот сан да и вот это поп такое говорит вообще в шоке эти вот это в религии называется бесы вселились да вот вот в без бесовство вот это вот она прям захватила всех вот этих публичных людей которые работают в пропаганде но естественно потому что работают действительно на темное на на все самое вот негативное да они разжигают негативную энергию в людях да и в общем то какая там энергия может быть да и вот он сейчас надел на себя такое белое пальто я вообще белый пучистый я такой классный да вау-вау-вау я просто в шоке лицемерия просто зашкаливает да давайте следующий фрагмент а для меня есть табу только одно я не опускаюсь до вот в постель в личку это не мое собачье дело и ненавижу когда в мою личку но это слушай но это вообще личное дело каждого сначала нам такой пласт информации да я вообще порядочный человек чтобы я куда-то опустился до того что кто с кем спит да это и личное дело каждого да да я очень классный вы что я никого не осуждаю я же верующий да да даже о чем говорил о том что когда ты оскорбляешь страну а вот это уже пошло знать такая манипуляция об общении то есть то что человек высказал просто свое мнение вот максим речь идет о максиме галкин он высказал очень здравую точку зрения вообще я послушала и я полностью с ним солидарно потому что ну вот мы даже с вами сейчас разобрали маленький фрагмент и поняли что там никаких фашистов в общем-то и не было да и началось ну по понятным причинам да вот максим выражает свою точку зрения но оказывается он этой точкой зрения всех оскорбляет но на самом деле конечно же оскорбляет он в первую очередь тех кто придерживается другой точки зрения а именно вот тиграна почему он так и почему его так цепляет это заживое да потому что он пытается создать образ я в белом пальто я такой весь порядочный ему это для работы необходимо да ему хочется быть порядочным ему хочется чтобы на него все молились да а тут бах пришел кто-то и его порядочность вообще под под сомнение поставить естественно он будет нервничать естественно он заволновался а кроме того ведь и вот такие вот вещи это же сделка с совестью он он я я вот на 99 процентов уверена что он отлично понимает что сейчас происходит в украине он отлично понимает что нет там никаких фашистов но просто он договорился со своей совестью он договорился вот мозги поняли что вот в этой конъюнктуре рынка если я буду говорить правду то я просто поеду за максимом галкиным а так как максим в общем-то талантливый человек и он сейчас собирает нормальные концертные залы до проводит у него есть на что жить да а вот а мне-то кто заплатит да я того в общем-то трындеть не мешки ворочать а кроме этого я ничего не умею если я со своей женушкой которая тоже ничего не умеет поеду за границу ну а если меня еще и лишат вот этих денег которые мы заработали тяжким трудом да то я то пропаду за границей поэтому вот здесь вот как раз получается что перед нами человек загнанный в угол и мы ничего больше не остается делать как договариваться собственной совестью и придерживаться другой точки зрения и вот смотрите получается что вот он договорился да и вот с совестью когда договариваешься это очень большой расход энергии это очень тяжело это просто вот знаете я ему даже не завидую как ему тяжело договариваться каждый день ведь каждый день или к нему приходит информация и правдивая тоже но ему приходится и и отсекать понимаете это какая работа над собой вообще просто памятник надо с таким балаболом ставить потому что он просто молодец он так хорошо работает со своей совестью но совесть такой инструмент понимаете его надолго мешок не засунешь и так как шило в мешке не утаишь она все равно вылезет на пусть там через какое-то время все равно это это вылезет наружу это вылазит это коллет это это больно это неприятно а вот этот мерзавец он смог это сказать открыто конечно же он оскорбил вот этого человека который всячески пытается быть вот на плаву да я я же спасаю себя я спасаю свою жену я спасаю своих детей да но на самом деле конечно же мы понимаем что это происходит да и поэтому вот такой вот личное вот такое вот прям личная ненависть да вот эти демоны вот которые бесы которые в нем сидят они они просто протестуют им же тяжело с этой совестью хотя совесть там у него может уже хорошо за загашена на этими бесами ну ладно это это его уже жизнь понимаете вот каждый сейчас каждый из нас сейчас принимая определенную точку зрения мы ведь на самом деле очень серьезно делаем это очень серьезный выбор понимаете это настолько серьезно это я думаю что самый главный выбор в нашей жизни сейчас у каждого из нас происходит поэтому ребят очень хорошо думайте если вы все таки придерживаетесь вот этой точки зрения за войну то вы очень сильно себя убиваете даже не не себя не не тушку не тело вы душу свою губите но это конечно же ваше дело ваш выбор ваша ответственность просто знаете что что это такое да и смотрите как придерживает подбородок подбоченился с презрением сейчас диминутив пойдет я вам сейчас расскажу что это такое максимка вот это вот обращение максимка да вот татьяну лазарева он тоже как-то назвал тоже так уменьшительно да вот вот всех кто не не такой как он всех кто осмелился да но он пренебрежительно вот этот диминутив чик что это такое это перри в переводе с латинского уменьшены уменьшительная форма слова или форма слова передающие субъективно оценочное значение малого объема размера обычно выражаемая посредством уменьшительных аффиксов а значит что это вот психологически что это значит ну во первых это родительское отношение такая надстроечка да типа надо ты ребенок вообще по сравнению со мной я-то умные а ты какой-то там непонятный такая ирония да еще дитя ты малая неразумная надо бы тебя поучить жизни унижение да такая форма унижения как бы забота но вот вот сразу все вот в это уменьшительно ласкательное слово вот умещается да и по большому счету если он так позволяет себе то то у нас тоже складывается впечатление он максим к какой-то он неразумный человечек какой-то не не стоит на него обращать внимание на самом деле конечно люди думающие отлично все понимают что вот вот это вот все вот эти все эмоции от бессилия понимаете от того что действительно он сейчас я уже объяснила не буду повторяться давайте дальше ты начинаешь вещать как пророк моисей с горы синайской пошла демагогия причем знаете тут у меня контраргумент а ты сидишь как пророк тигранчик киосаянчик просто браво знаете вот это вот игра игра слов конечно перед нами артист конечно же он знает как надо играть ну не артист он же режиссер то он знает как надо себя преподнести преподать до чтобы мы все помнили да вот это вот игра это настолько вот знаете вот когда начинают перед вами вот это вот все исполнять ребят уходите из этой коммуникации я не знаю это это часто кстати в обычной жизни вот такие вот демагоги вот эти вот балаболы не сказать грубее они очень часто встречаются кстати напишите в комментарии опишите таких балаболов у вас наверняка в жизни встречались такие балаболы и часто вот такие балаболы они настолько умеют пудрить мозги что втираются в доверие и облапошивают нормальных людей напишите если вы сталкивались такими в комментариях и просто почитаю посмеемся вместе но вот вот такие вот самые опасные люди кстати они всегда вот знаете вот как про импорта замещать ну давайте ну давайте начнем да ну давайте ну что вы ну что вы то а а сам то что сделал вообще что сделал кроме того что это трындил не мешки ворочал следовательно ты претендуешь на то о чем я говорю совесть нации ты укоряешь страну родину во лжи ну так если страна родина действительно лжет но тогда если ты перешел на этот новый формат общения знаете кулачок так жал по-женски по зрителям с поклонниками а не лучше ли тебе максимка перед тем как становится совестью нации разобраться со своей совестью потому что ты же ведь всю свою жизнь максимка обманывал зрителей поклонников очень хорошо максимка все нормально да вообще все замечательно вопрос но ты же обманул страну поклонник а вдруг если бы ты сказал ребят вы знаете мужиков люблю а теперь шутка поговорим как живи нос пожалуйста ну то есть ты или не учи меня как жить гражданин российской федерации или тогда разберись этой истории что за частное как только ты стал публичным человеком у тебя нет частной жизни то есть вот эта модель когда сначала я такой белом пальто я весь порядочный даже до что вы я про постель не буду да это личное дело каждого а потом дальше из него поперла но тем не менее он знаете он как бы в стороне вот посмотрите какой он плохой но я то его осуждать не буду я то хороший я в белом пальто вот помните вот эта модель она и у певцова тоже очень четко проскальзывает вот имейте ввиду что эта модель манипуляции очень-очень такая хитрая да вот поэтому если вы это видите то не поддавайтесь не поддавайтесь вот этой вот попытки заставить вас думать определенным образом а он как бы в стороне он как бы вам показал да но делайте выводы сами да то есть вот это вот такая это чистейшая манипуляция еще знаете что я у него заметила это бандитская такая модель поведения вот он мне знаете кого напоминал я уже уже говорила да у меня в 90-х двухтысячных у меня был бизнес и я работала с бандитами и вот у них такая же модель поведения знаете они я понимаю почему потому что в их среде надо быть всегда подвижным подвижным потому что в любой момент тебе может быть придется противостоять какой-то угрозе либо нападать то есть вот это вот смотрите вот это сочетание подвижности непредсказуемости такое доверительное поведение иносказательность вот эта чистейшая модель поведения бандитов да кстати я сейчас оглядываюсь на то время они хотя бы по понятиям жили когда на их смену стали приходить бандиты они вообще просто стали но это в беспределище сплошной поэтому вот даже бандитские какие-то ну вот понятия да они намного правильнее по всем вещам да ты с бандитом мог договориться с ментами нет вот я помню вот это я даже бизнес тогда закрыла потому что я не смогла договориться вот на меня насилие получается сначала были бандиты потом еще менты и вот с ментами я уже просто не могла договориться и я понимала что если я сейчас не оставлю бизнес то у меня просто посадят да вот такая вот штука до жизнь которая у нас в россии происходит поэтому вот такая имейте в виду и вот такое поведение она прям чутенько такой бандитская но мне кажется что он тяжелее одного места в руках не держал он просто умеет знаете он такой истероид классный да он имеет вот это подражать вот этой модели поведения он понимает что вот эта модель поведения она самая эффективная для него не умея ничего да не умея там работать руками только с подвешенным языком и артистическими способностями как еще ему пробиваться в этом мире вот только тогда где-то запугал где-то подлезал кстати насчет подлезал он тоже в этом очень хорошо умеет но и здесь он попытался слушателям подлезать да и сказать такие слова давайте послушаем они не понимают что они вышли мы вышли оттуда из народ мы народ есть мы часть народ вот и все замечательно но просто яркий представитель народа знаете вот через период подбородок поджигать знаете вот это противоречие с одной стороны да я представитель народа с другой стороны а что не совсем доходы доходы его жены например каждый час у нее 30 тысяч рублей но это только знаете первый какой-то вот сайт на самом деле маргарита симонян его жена она очень богатая женщина я думаю он тоже там в клювике хорошо носит благодаря ее подачам да но они такая такая прям очень серьезная структура которая выкачивает деньги налогоплательщиков очень хорошо плать но естественно с такой классной удобной позиции для правительства тем более когда так качественно но дальше он еще там скажет свои пять копеек ставит по поводу того как как замечательно живется да давайте дальше смотреть но лучше так чем взять на себя смелость и выгонять детей которые не прочитали не увидели не услышали не пережили многих вещей после которых и делается какой-то вывод комбинируются и составляется некий пазл не окончательный но хоть какой ты их выгоняешь под дубинки опа ты их выгоняешь под автозаки ты их выгоняешь под сломанные судьбы на всю жизнь так все-таки в россии диктатура да потому что 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 получается если молодые люди выходят высказывать свою точку зрения они без оружия они просто выходят на митинги а то их но мы все знаем да мы все знаем какая ответственность нынче за то что вообще вот высказывать да там много и статей придумали много законов нужных да там и на агенты и все подряд да ну то есть вот в любом случае да вот нам надо либо молчать либо если ты хоть пикнул хоть вышел с пустым листком тебя оформят на 15 суток ты рискуешь попасть действительно под дубинки автозаки тебе могут сломать судьбу и то есть он сейчас проговорил четко что будет за то что ты захочешь высказать свое слово в россии правильно я понимаю вот те кто за нашу спецоперацию за наше правительство я правильно поняла его точку зрения я правильно понимаю что он сейчас говорит о том что в россии это делать опасно и лучше этого не делать да то есть в россии страна не диктату в общем в россии диктатура я правильно понимаю что вот за такие вещи вам грозит нам всем нам всем грозит ответственность вот очень серьезная и нашим детям да поэтому лучше сидеть и не мычать да я правильно понимаю ты кто такой ты преступник это он про навального говорит вот у меня устраивает путин и меня он устраивает будет столь долго сколько он будет вектор в котором идет страна с той самой мюнхенской речи и она вот так идет она не идет по прямой потому что так по прямой только это линейкой начертить на бумаге а по жизни так не бывает по прямой учиться он вернул мне гордость за страну сушен у меня 5 детей потому что хочу чтобы они тоже гордились да действительно его действительно устраивает путин потому что все ничтожество действительно устраивает путин вот такие слова я вам скажу а перед нами действительно сидит ничтожество ничего из себя не представляющие удачно женившиеся на богатейшей женщине россии и удачно промышляющие своим хорошо подвешенным язычком вот что перед нами сегодня мы наблюдаем да дальше ну это мое субъективное мнение дорогие друзья сейчас я чувствую как ваши шаловливые пальчики начинают мне писать комментарии гневные по поводу светлого образа тиграны киосаяна да давайте пишите мне интересно почитать она пожалуйста пишите либо аргументированно либо без оскорблений иначе баня все стерпит да давайте включаю следующий фрагмент по поводу национальной идеи это просто шедевр вообще просто восторг очень многие вот сегодня говорят что в россии нет национальной идеи вот как это национальный а ты знаешь выяснилось есть у нас национальная идея вау есть национальная идея давайте послушаем вот я тоже очень люблю про эту национальную идею говорить она ведь так просто не рождается она не она из тысяч тысяч нюансов обид достижений желанию мнений решений в конце концов вот ведь выяснилось что у нас есть оказывается национальная идея консервативные ценности нежелания прогибаться под те ценности открытого общества который уничтожает все доброе и порождает разрешительный документ на все плохое то есть ты можешь быть каким угодно нет так нельзя у нас свой мир и как апогей как самая вершина их произошла вот то что происходит сейчас военная операция край ну любая война война операция крайняя форма потому что уже нельзя было терпеть и вот они наши национальные интересы вот она наша национальная идея она все время воздухе витала мы ее в принципе понимали да и путин ее озвучивал но вот сейчас она имеет точно мы воюем не с украинцами не с украиной мы по-настоящему воюем за то чтобы наш мир и мир еще огромного количества населения планеты земля большего чем то которые у них на той стороне на стороне тьмы безусловно так вот наш мир не просто имеет право существовать а наш мир будет и останется конкуренции с вашим новым бесчеловеческой меру где личность утилизирована потому что личность без идеалов не бывает просто наш национальной идеи мы не будем такими как браво я аплодирую стоя как сказать ни о чем абсолютно в течение двух чем-то минут знаете он так горячо это все говорит ну когда же ну когда же ты скажешь эту национальную идею надо знаете пойди туда не знаю куда возьми то не знаю что сделать то не знаю что вот она наша национальная идея просто мы против всех оказывается вот вот как долго и обстоятельно он нам говорил ни о чем понимаете и вот эти вот автозаки да оказывается мы высшее проявление добра вот она в чем дело да да добро у нас процветает да зачем развиваться зачем учиться когда у нас вот такие мракобесы вообще на телевидении до бесноватые шизофреники просто процветают без бесталанны и абсолютно и и вот это вот вякает фу противно я понимаю поддерживаю тех кто не смог это это все посмотреть это просто знаете такая грязь это такая мерзость и самое глупое я вообще в шоке как люди ребят вы же вот я знаю что у меня на канале люди думающие как так много людей оказалось на стороне вот этого мракобесия ребят а открывайте глаза это это не нормально это вот вот это ваши лидеры вот это я в шоке я в шоке просто но давайте я обязательно продолжу остальных персонажей тоже рассматривать потому что это не единственный персонаж который мы будем которого мы будем разбирать здесь и не не единственная аргумент не единственный аргумент который у меня есть и который вот вы пишете в комментариях пишите комментарии обязательно я себе беру на заметочку на галочку и по поводу каждого аргумента в общем-то у меня свои аргументы до которые вот они доказательства вот пожалуйста все как белый лист я нигде не сманипулировала я четко все сказала разложила вам по полочкам кому что-то непонятно пожалуйста напишите в комментариях может быть у вас есть другая точка зрения но я утверждаю что все-таки в украине нет никакого фашизма его просто придумали для того чтобы вам пудрить мозги вот и все вот моя точка зрения причем подтвержденное сторонниками этого всего мракобесия и вообще вот этой всей этого безобразия беззакония и всего остального что касается там и запада и всего остального мы еще будем обязательно все это разбирать да пожалуйста ставьте лайки этому видео делитесь с людьми которыми считаете нужным поделиться потому что сейчас нам надо самим разбираться узнаете мы как-то в политику не лезли да но вот приходится сейчас в это все вникать потому я вообще честно говоря мне желая себе в своей какой-то раковине да и мне было хорошо и всем вам я думаю было хорошо а сейчас нас всех вот так забросили выплывай как хочешь давайте выплывать вместе не забывайте подписываться если вы считаете нужным что вам интересно знать правду даже если вы со мной не согласны ребят я не враг я я гражданка россии я родилась в украине для меня и россия и украина это мой дом и для меня особо больно вот то что сейчас происходит и я понимаю свою ответственность в том что может быть я как гражданка недостаточно четко выражала свою позицию недостаточно четко имела свою позицию я думала что за меня все решает умный путин которые просто как нам показывали сверх человек и все такое сейчас у меня такое разочарование и я ни в коем случае не осуждаю вас за то что вы поддались этой всей пропаганде потому что вот такие вот балаболы они имеют успех как правило и в жизни ну наверняка у каждого в жизни такие балаболы встречались и с разной степенью приносили вам какой-то ущерб вот когда вот такие вот выходят на всеобщее обозрение они несут ущерб намного более серьезный в жизни каждого из тех кто их слушает поэтому ребят оставайтесь все-таки не забывайте про совесть не забывайте про как про мысли вообще про то что не все в жизни вот так вот можно взять на храпом до крым плохо лежал и давайте-ка его прихватим видите что мы сейчас огребаем да поэтому будьте разумными будьте милосердными в первую очередь очень вас прошу и в первую очередь для вас это очень важно мы мы все делаем выбор и мы все будем сами нести ответственность вот именно сейчас происходит этот выбор и сделайте выбор правильным для себя в первую очередь спасибо вам за внимание люблю вас всех очень сильно даже тех кого отправляю в баню вот знаете с любовью вас отправляю но просто иногда приходится это делать поэтому не заставляйте меня делать а потом переживать что я вас обидела не надо грубить просто пишите комментарии адекватные да вот по пунктам которые с которыми можно работать вот так вот все люблю вас всех еще раз пока пока